Аллилуйя Аллилуйя Поклоняйся У твоих дом Бельцы кладут Святые Поклоняйся У твоих дом Бельцы кладут Ты настоя славы всей. Мы тобой живем, для тебя живем. Ты достоин славы, ты достоин славы всех, ты достоин славы всех, мы тобой живем, для тебя живем, ты достоин славы. Ангелы, Ангелы Петро нам в почтении поют, святые поклоняясь у твоих дом, вельцы кладут ангелы. Ангелы Петро нам в почтении поют, святые поклоняясь у твоих дом, вельцы кладут ангелы. Ты достоин славы всех, ты достоин славы всех, мы тобой живем, для тебя живем, ты достоин славы. Ты достоин славы всех, ты достоин славы всех, мы тобой живем, для тебя живем, ты достоин славы. Ты достоин славы всех, ты достоин славы всех, мы тобой живем, для тебя 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 живем, Я тебя пою, я тебя пою, Мы на стойке славы, где и вновь. День и ночь, ночь и день бьется в пола. День и ночь, ночь и день бьется в пола. День и ночь, ночь и день бьется в пола. День и ночь, ночь и день бьется в пола. День и ночь, ночь и день бьется в пола. Деньги, ночь, строчи, деньг Ты достоин славы всей Ты достоин славы всей Мы тобой живем, для тебя живем Ты достоин славы Ты достоин славы всей Ты достоин славы всей Мы тобой живем, для тебя живем Ты достоин славы Ты достоин славы всей Ты достоин славы всей Мы тобой живем, для тебя живем Ты достоин славы Ты достоин славы всей Ты достоин славы всей Мы тобой живем, для тебя живем Ты достоин славы Ты достоин славы Достоин славы Достоин славы Ты Бог Богов, Ты Царей, Ты Господь Господствующий, Отец. Нет имени превыше Тебя, О Отец, как Ты была, Ты ближе, чем дыхание, О Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Каждый день и во всём. Ты добрый Бог, Ты добрый Бог, Ты дал мне всё, но не этого Ты жаждешь. Жизнь полна Твоих щедро, но Ты большего желаешь. Быть со мной, быть со мной, каждый день и во всём. В тишине, в тишине, в радости, в горести и в любви. Субтитры подогнал «Симон» 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 Но не этого ты жаждешь Жизнь полна твоих щедро Но ты большего желаешь Добрый Бог Ты добрый Бог, ты дал мне все Но не этого ты жаждешь Жизнь полна твоих щедро Но ты большего желаешь Быть со мной, быть со мной Каждый день и во всём В тишине, в тишине Радости, гористи В тишине, в тишине, в тишине Знаете, я тут недавно рассуждала на тему откровений и прочитала такой стих, который очень сильно коснулся меня Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни Знаете, мы очень часто говорим о том, что в последние времена мы должны бодрствовать, о том, что будет пришествие Но мы не так часто говорим о том, что же будет именно с нами, какая нас ждёт жизнь То есть вы представляете, когда мы дойдём до самого конца, мы устоим в своей вере, в своей праведности, в чистоте Нас ждёт венец жизни, вечная жизнь, вечный венец И я также ещё хочу отметить стих с третьей главы откровения Побеждающему дам сесть со мною на престоле моём Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его Представляете, какая это великая благость сидеть рядом на престоле с нашим Господом Видеть его прямо рядом, ощущать его прямо всем телом Представляете, какая это... Как это круто! Да Вот, и хотела ещё приободрить вас Так, сейчас в наше время так сложно молодёжи именно следовать за Христом Вокруг так много искушений, так много мода, там, ещё что-то Вы что, ходите в церковь? Вы что, верующие? Как так можно? Но, знаете, вот, пересилив всё это, устояв в своей вере Мы восядем на престоле, рядом с престолом нашего Господа Аминь Это очень сильно вдохновляет и помогает поддерживать нас идти дальше Да Слава Богу за это Интересно то, что тут подчёркнуто именно побеждающему дам сесть со мной То есть, если ты с каждым разом говоришь, Господи, ну не в этот раз Ну, со следующего раза я точно не буду так делать То есть, ты ищешь каждый раз какие-то отговорки И, можно сказать, каждый раз ты в поражении, в поражении, в поражении Но написано то, что побеждающему дам сесть То есть, тогда, когда мы начнём побеждать свой грех У каждого, знаете, есть что-то, то, что он знает, что вот надо освободиться от этого Но пока ты будешь говорить, вот, с завтрашнего дня освобожусь А может быть, ну, сегодня не так буду или что-то такое Вот Но когда мы начнём и скажем именно нет греху Скажем нет Сегодня я хочу почитать частом Библию, вместо того, чтобы там посидеть в телефоне У меня как бы так У меня тоже, знаете, такое в Инстаграме сидишь Ну, сидишь, сидишь и не замечаю, сколько времени проходит И я говорю, знаете, лучше я удалю Инстаграм, чем меня удалят из книги жизни Так что мы должны побеждать свой грех Это сложно, да, сложно, но когда у нас должна быть вера движимой любовью То есть, если у нас есть любовь к нашему Христу Нам будет легко отказаться от мирских ценностей Ещё написано, что кто умер по плоти, тот не грешит То есть, если мы умираем для своей плоти, мы перестаём грешить Так что мы свет и соль этому миру, поэтому мы не должны входить во тьму Да, я тоже замечала этот раз Я разговаривала с человеком, и он говорит Ой, ну знаешь, перед восхищением будут же какие-то события Вот я в этот момент покаюсь, чтобы восхититься со всеми И это настолько сюрреалистично Мы никогда не знаем, мы не знаем дня и часа, когда придёт с нами Бог И мы должны бодрствовать постоянно, в любой ситуации Когда мы каем человека, мы должны показывать это своим примером И когда человек говорит, что вот, я покаюсь Вот когда все будут восхищаться, знаете, за пять минут до восхищения Чтобы потом... Но это всё равно венца славы действительно не будет Это как... это... это... Головня из огня Да, головня из огня И то не факт, что ты спасёшься И не факт, что ты спасёшься, это неискренне будет звучать Ну ладно, покаюсь, всё Я вспомнила притчу Иисуса про десять дев Мудрых и пять неразумных Вот просто недавно читала И так интересно то, что и те, и те уснули Как бы каким-то сном Но когда уже их звали всех на брачный пир У одних было готово масло То есть они были готовы Они в праздничных одеждах были Они были готовы к этому праздничному торжеству И когда говорят у них, поделись со мной маслом Вот как-то такое ощущение, что мы можем взять Отдать своё масло, которое мы долго-долго копили Масло же приобретается именно тогда, когда у нас есть личное отношение с Богом То есть это не только ты пришёл в церковь, помолёшься и ты масло приобрёл Нет, это когда у тебя есть дома личная тайная комната У тебя есть общение, отношение с Богом Вот тогда мы приобретаем масло Вот, и мы должны готовы быть к этому часу Потому что масло, оно даётся очень большим трудом То есть не написано то, что масло, оно, знаете, так легко его выжать из какой-нибудь семечки Это очень долгий труд И поэтому мы должны сейчас уже начинать Мы не знаем ни дня, ни часа, как сказали И мы должны сейчас уже начинать готовить свои светильники Свои сосуды для приобретения масла Знаете, мне ещё понравилось, когда мы обсуждали Варта тоже поделилась, что масло может протухнуть Это так для нас актуально То, что если мы не собираем вовремя масло, оно может просто протухнуть И этим заразить других Потому что масло же, оно, знаете, имеет такую текстуру То, что его трудно и отмыть Если мы грязным маслом кого-то коснёмся Это останется пятно Вы представляете, вот насколько Вот почему свет, почему соль Почему мы так движемся, да, как истинные верующие Как люди, которые на самом деле являют Христа Потому что если мы этого не будем делать, мы можем навредить человеку И мне ещё вот к тому, что мы сегодня говорим Очень нравится то, что мы же невеста Христа И мне нравится вот это осознавать То, что, вы представляете, вот как же Жених любит невесту Вот это вот, до того, как у них произойдёт это бракосочетание Да, насколько вот сильно Любовь жениха к невесте Она для него, знаете, вот как драгоценный дар Как сокровище И когда я думаю о том, что каждый из нас В глазах Бога вот такой вот Это меня просто, наверное, изумляет Настолько сильно, что Вот представляете, вы и я Мы невеста Мы вот те люди, которых Бог на самом деле Очень ждёт, очень жаждет И готовит каждого из нас Чтобы мы перед ним были вот в белых одеждах Были на самом деле вот в этом свету В его святости, да Я ещё хотела прочитать 2 Петра 2 главу, 9 стих То, конечно, знает Господь Как избавлять благочестивых от искушения А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания Когда, знаете, когда Иисус пришёл воплоти на землю Он также был искушаем Его очень много было У него в жизни много было искушений, но он не пытался И знаете, вот это для нас самый большой пример То, что мы не должны идти на поводу греха Вот это насчёт невесты И то, что Бог каждую из нас готовит Представляете, если бы невеста сказала своему жениху Знаешь, я вот на 99% буду принадлежать тебе Но 1% буду принадлежать кому-то другому Мы же не против Вы представляете такую ситуацию Так же и Бог Написано, что Он Бог ревнитель Мы должны на все 100% принадлежать Ему Мы уже на все 100% принадлежим Ему И вот это, знаете, так важно Чтобы мы были чисты и непорочны в День Христов Он посмотрел на нас и сказал Вот, это моя невеста Она такая чистая Она под стать своему жениху Ну не знаю, как вы Я хочу, чтобы, когда уже это будет всё Бог сказал мне Хорошо, добрый, верный раб Пойди в радость Господина Своего Чтобы мы на своём пути жизненном Мы не огорчали Бога И если Он даёт нам какие-то таланты Мы их брали и умножали И не закапывали Я просто хочу благословить каждого из вас Чтобы вы не закапывали свои таланты Знаете, ещё получается Когда мы приходим к Богу Нам нужно оставить какие-то моменты Которые нам мешают с Ним двигаться И иногда бывает очень сложно это сделать Но получается, мы же принадлежим Господу И Он прощает все наши грехи Он очищает нас Но если мы держимся за что-то То Он просто не может на самом деле Держать нас в своей руке Но только тогда, когда мы на самом деле Отпустим всё то, что нам мешает Мы сможем на все 100% принадлежать Богу И если мы опять же будем цепляться за какие-то моменты Что, ну сейчас я это сделаю А потом там покаюсь Всё равно же Господь Он прощает, да? Он прощает, но тогда мы мешаем самим себе Мы... Наше сердце, так сказать, оно по кусочкам собрано И мы какой-то кусочек просто отламываем Поэтому мы должны на самом деле жить только Богом И должны просто радоваться тому, что Он у нас есть И зависеть только от Него То есть нам должно быть всё равно, кто там что о нас думает Или кто что делает Мы не должны смотреть на других А только двигаться за Богом И тогда на самом деле мы сможем достичь Бога Так же, как и Он достиг нас И знаете, когда вот... Не важно, чем человек начал Важно, чем он закончил Опять же, можно начать плотью, но закончить духом И это гораздо важнее того, чтобы начать духом, но закончить плотью Потому что человек, который приходит к Богу, познаёт Его И потом уходит Просто он на самом деле лишается таких благословений Которые на Него могут... Просто Господь может благословить Его Поэтому мы не должны сбиваться со своей дороги Господь, Он наш навигатор Только разница в чём? В том, что обычный навигатор, Он всегда где-то искажат Где-то что-то неправильно покажет И в лёгкие пути Да, но всё равно в итоге что-то не то получается Куда-то не туда заезжаешь А наш Бог, Он сделал такой путь для нас Который... Он будет с трудностями, возможно, да, с препятствиями Но Он знает каждого силу И Он никогда не даст нам что-то сверх такого, чтобы мы не смогли пройти Но мы на самом деле, если будем двигаться за Ним То сможем достичь того же самого просто желаемого в нашей жизни А ещё хотелось бы добавить насчёт масла Я вот так рассуждала насчёт этого Но ведь масло мы своё отдать не сможем вообще Даже если попросят Мы настолько ценим это масло, которое мы выдавливали просто из себя И духовное помазание, личное отношение с Богом Мы никогда не сможем кому-то отдать Потому что мы действительно знаем цену этого масла Мы никогда его просто так бесплатно не отдадим То есть у тебя есть лучший друг И ты отдаёшь свои отношения с этим другом кому-то другому А знаешь, мне не нужно Такого никогда не будет Ты ценишь этого человека Знаете, если ещё говорить, что можем мы отдать, не можем отдать Даже если бы при желании Если бы я очень хотела тебе отдать Я не смогу этого сделать Чисто потому, что у Бога есть отношения Индивидуальные отношения определённо к каждому Я не могу вот инструмент, который может работать со мной Я не могу им поделиться с тобой Он у тебя не будет работать просто И масло, которое работает во мне Оно не будет у тебя работать Оно закреплено лично за нами Да, даже при всём желании И знаете, раз уж начали об этом говорить Что, ну вот я покаюсь, покаюсь Бог же всё простит Или я подожду, когда будут уже дни Вознесения Тогда я покаюсь, приду Господу Но когда Бог сказал, что мы не знаем ни дня, ни часа То есть придёт Возможно, мы даже не успеем договорить сегодня И Господь придёт за невестой своей Не у всех светильники пополнены И что будем делать? Потому что слава Богу, что мы сейчас находимся здесь И пополняем свои светильники Словом Божьим Потому что это действительно великая благость Осознавать, что мы желанная невеста для Христа Знаете, Господь использует каждого из нас в жизни друг друга Поэтому, например, среди нас, среди молодёжи Особенно есть такая связь Мы общаемся со всеми Поэтому Господь может действовать через разные средства В нашей жизни Но если, например, я перестану общаться с Леной или с Юлей То чего-то мне опять же будет не хватать Потому что Господь по-разному использует каждую из них Поэтому мы должны ценить то, что имеем Ценить друг друга Что Господь на самом деле создал такую команду И просто любить друг друга Я люблю вас Любовь Христа Любовь Христа Да, самое главное, чтобы не отойти от Христа Идти до конца И вот мне понравилось То, что не главное начало, а конец Но это не даёт знать, что надо плохо начать А закончить хорошо Бог всегда смотрит на нас Радуется и ликует И, конечно же, Он хотел, чтобы и начали хорошо И закончили хорошо Аминь Да, а если мы даже исходим от пути То, конечно, через пастыров Через молодёжи, служителей Могут обличить с любовью И вернуть на тот же путь Аминь И возрадуется небеса Так же, как и пастор говорил Ты как от начала идёшь в своей жизни Если на миллиметр отошёл То это ещё не видно Потому что это со временем потом покажет Ну, чтобы в нашей жизни это, конечно, не было Чтобы мы продолжали, двигались Не отходили от Христа От общения Потому что, ну, в мире чему могут научить Ничему Просто потери времени Да Великий учитель Бог Ищится только у Него И знаете, то, что вот мы ещё поняли тему То, что Какое место мы занимаем Да, вот это вот Единство между нами Любовь между нами Но здесь очень важно понимать То, что мы тело Христа И мы как организм Каждый из нас является Отдельной частичкой То есть, например Она в служении другая Не такая, как я Ты не такая, как я и она И вот так вот Каждый из нас на самом деле Индивидуальный человек Каждый из нас проходит То поприще, которое Бог нам дал Он не по силам не даёт И здесь очень важно Наше открытое сердце Мне нравится ещё 1 Петра Это 4 глава, 19 стих Итак, страждущие по воле Божьей Да предадут Ему Как верному Создателю Души свои, делая добро Верному Создателю Наш Бог верный И Он наш Создатель И когда мы даём Ему место На самом деле Работать с нами Тогда Он делает ту фигуру Да, из нас Как горшечник Да, из глины делает Которая нужна Ему Которая послужит Знаете Возможно Так скажем Да Рука послужит намного больше Чем нос Или наоборот Глаз послужит лучше, чем ухо То есть Каждый из нас Имеет, знаете Своё призвание В Церкви Божьей И То предотношение Которое Бог предопределил Мы как организм И как тело Христа Мы должны на самом деле Оказаться верными И быть верными до конца Это очень важно Аминь Давайте помолимся Сейчас наши староварты Помолятся Помолимся нашему Господу Дорогой Отец Святой и Великий Мы благодарим Тебя За то, что Ты даёшь нам Каждый день Абсолютно Каждое мгновение Для нас ценно, Отец И каждое мгновение Мы хотим Использовать, Отец Чтобы служить Тебе Благодарим за то, что Ты всегда находишься с нами За Твоё присутствие За то, что Твоё присутствие Прямо сейчас Как Ты наполняешь нас, Господь Благодарим Тебя за то, что Ты пришёл в наши жизни В один прекрасный день пришёл И до сих пор находишься с нами И Ты верный Верный И стоишь до конца, Господь Рядом с нами, Отец Подкрепляешь нас Даёшь нам мудрость, Отец Я прошу благословения, Отец На нашу молодёжь И на молодёжь всей России И всей планеты, Господь Даруй им мудрости Устоять в своей вере, Отец Стоять до конца Чтобы дойти до победы До победного И получить венец славы, Господь Венец вечной жизни, Отец Чтобы восстись рядом с Тобой На престоле И одеться в белой одежде, Господь Аминь 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин